Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вождеевленное желание всякого верующего человека это найти путь, который ведет Господь. И в Салмопеве с Давид восклицаем «Открой мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как Тебя взял уши, то есть открой мне, Господи, путь, и я пойду по этому пути к Тебе». Господь един, но у каждого человека свой путь ко Господу. И по своему воскресенью, явившись своим учеником, Господь трижды спрашивает Петра, апостолу, «Симониолин, любишь ли мя?» Петр говорит «Да, люблю, Господь». Он второй раз спрашивает «Симониолин, любишь ли мя?» Петр снова отвечает «Да, люблю тебя». И когда Господь в третий раз спрашивает «Симониолин, любишь ли мя?» оскорбел Петр и говорит, Господь, ты весь, я кулюблю тебя. И Господь ему говорит слова, иди по мне, то есть иди за мной. И в это время Петр увидел Иоанна, любимого ученика Христа, который был рядом. И Петр вопрошает, Господь, сей же что, на что Господь говорит, что тебе, ты по мне грязь. Вот эти слова, которые были произнесены почти 2000 лет назад, имеют прямое отношение к каждому из нас. Потому что в человеке живет зависть, живет ревность, живет недобрые чувства в отношении к ближним. И вот для того, чтобы мы не завидуем тому, каким путем ведет Господь человека, мы чаще должны себе повторять именно вот это. Что тебе? Ты гряди ко Господу своим путем. Господь ему дал такой путь, у тебя такой путь. Лишь бы этот путь шел ко Господу. Вот так встречаются два совета, Ветхий и Новый. Там Давид, Псалопец, выслекает, открой мне, Господи, путь, больше пойду я к тебе, взял душу мою. А здесь Петр слышит, иди по мне, а далее, что тебе путь ближнего? Ты по мне грязи. Не оглядывайся, не уподобляйся же не лотам, чтобы не превратиться в стоп-флан. И иди путем, и по нему тебя ведет Господь. И путь не надо искать. На нем нужно быть. И вери, что Господь тебя поставил там, где тебе нужно. Для твоей пользы, для твоего возрастания в духе. И силы, души, дух, ума нельзя тратить на зависть, на ревность. А лучше думать о том, как правильно пройти, непорочно, честно. Это, наверное, самое главное для человека в этой жизни. Идти тем путем, который открыт Господь каждому из нас. И не завидовать тем, кто идет рядом или в дороге. Не завидовать тем, у кого он, может быть, кажется лучшим. На самом деле, самое лучшее из того, что есть. Это то, что у тебя есть. То, что тебе дал Господь. И только из этого сердца рождается благодарность. Ты мне, Господи, дал самое лучшее из того, что есть. А когда мы завидуем, ревнуем, это значит, мы проявляем свое неверие, свою нечестность и беспринципность, и бескомпромиссность. Потому-то всегда за все благодарить Бога и радоваться, что ты идешь тем путем, который тебе открыл Господь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!